Мы нередко рассказываем нашим зрителям о разных схемах обмана граждан, которые изобретают мошенники, но эта тема не теряет актуальности. Ведь по статистике каждый восьмой россиянин подвергся, например, компьютерным атакам в 2023 году. Каждый пятый пожаловался на локальные угрозы, а каждый третий на звонки с подозрением на мошенничество. Об этом сообщает федеральный информационный партнер нашего медиахолдинга «Известия». Причиной такой статистики – постоянные изменения в сфере мошенничества, новые виды афер и обмана. Подробнее о том, как избежать опасности и не стать жертвой мошенника, в сюжете нашего корреспондента. Оказаться обманутым и потерять свои финансы было неприятно всегда. Однако в последние десятилетия, когда интернет развивается все больше и больше, аферисты и мошенники всех мастей получили новые возможности и стали придумывать новые изощренные способы обмана для получения денег от других честных граждан. Они нередко совершенствуют старые аферы, продолжая играть на человеческих слабостях. Например, на жажде легких денег или страхе потерять сбережения. Попадаться в их руки, конечно же, не хочется никому, но нередко это все же случается. А ведь сколько раз в СМИ уже говорилось, что нужно быть более внимательными, настороженно относиться к предложениям о заработке в интернете, общении в соцсетях, а главное – знать правила финансовой грамотности. Мы решили узнать, как тверичане реагируют на мошенников. За почти каждый день поступали. А можете рассказать про какой-нибудь случай? Ой, честно говоря, я уже не помню, много поступает звонков, там всякие денежные переводы. Или отключаюсь, или как-то ухожу от диалога. Мне звонят по телефону, много звонков, незнакомые номера, но я на них не отвечаю, просто не отвечаю. Мне один раз позвонили на дачу, но еще никто об этом не знал, что такие звонки существуют. И мне сказали, что у вас там в банке счет, там надо денег куда-то перечислять. Ну вот, ну я ничего, больше говорить с ними ни о чем не стала. Трубку как-то отключила, и на следующий день переехала в банк. А в банке объяснили, что все правильно вы сделали, не надо мне отвечать. Как мы видим, многие горожане знают правила информационной безопасности, но все же далеко не все помнят и знают, как бороться и распознавать мошенников. Это неудивительно, потому что современные способы обмана нацелены на то, чтобы завоевать полное доверие жертвы и оставить ее без гроша за душой. О новых способах мошенничества рассказывают специалисты в области экономики, которые уверены, что даже самые изощренные способы афер можно распознать. Новое – это хорошо забытое старое. Любой информационный повод, который есть в стране, он сразу же используется мошенниками. Для чего? Для того, чтобы быть в курсе и на этом фоне попробовать выманить денежные средства у наших граждан. Ну, например, как только какие-то бренды у нас ушли, и они сейчас работают, допустим, в Беларуси, в Казахстане, то продолжаются мошеннические операции и мошеннические действия с помощью вот этих вот ссылочек на вот эти бренды. Не переходите по тем ссылочкам, которые присылают вам с неизвестных адресов. Все перечисленные способы свидетельствуют о том, что информационный мир не дремлет, и разные нечистые на руку личности неустанно стремятся находить множество лазеек ради наживы. Ну, а мы продолжаем раскрывать тайны и секреты обманщиков, чтобы вывести их на чистую воду. А вы были в безопасности, ведь, как говорится, предупрежден, значит вооружен.